Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Если вы не забыли, мой никнейм на YouTube Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробела. А сегодня, наконец-таки, в который же раз я снимаю видео о новинках. У меня с этим видео вообще очень тяжелая история, потому что то мне не нравится свет, то мне не нравится как я выгляжу, то какой-то еще косяк при съемках происходит, то я забываю какие-то продукты рассказать о них. И я снимала, по сути, ради этих продуктов, и они вот так вот выпадают. В общем, надеюсь, это последний раз, когда я снимаю это видео. Наконец-таки, я вам обо всем расскажу. И, наконец-таки, выложу видео на свой канал. Если вы его смотрите, значит, вуаля, все случилось, поэтому давайте уже приступим, не будем затягивать. Прежде всего, здесь будет много ухода. Я сразу предупрежу, много продуктов, которые мне нравятся, много ухода за волосами. О волосах будет отдельное видео, позже чуть-чуть, когда я дотестирую тот уход, который у меня сейчас есть. Что касается этого ухода, мне он безумно нравится, и давайте я уже, наконец-таки, расскажу. Это новый бренд, для меня новый бренд, и, на самом деле, я до того, как столкнулась, скажем так, с тестированием этих продуктов, я не слышала об этой марке. Это испанская марка профессиональной косметики, Таэ. У меня мой набор пришел вот в такой вот коробке, то есть у меня именно линейка Голд. Эта линейка основана на кератине и на органовом масле. Она для усиления блеска волос. Самое главное, что составляет сейчас основу моего ухода, и как раз-таки, что входило в этот набор, это шампунь и маска. Шампунь у меня 300 мл, кератин Голд. Здесь у нас шампунь содержит содиум лауреоцульфат, но я для своих волос поняла, что на данный исторический момент влияние СЛС не так значительно, то есть я спокойно отношусь к шампуням из СЛС, в принципе, ими пользуюсь, мне нравится. Данный шампунь не вызывает у меня никакого негативного эффекта на кожу головы, не вызывает аллергии, у меня кожа головы не пересушивается. При этом мне нравится, как он очищает мои волосы, достаточно бережно. В принципе, по ощущениям, после того, как я помыла волосы, мне не нужен кондиционер, мне не нужна маска. У меня волосы, в принципе, сами по себе очень гладкие, шелковистые. То есть он не отмывает волосы до скрипа, при этом волосы хорошо промыты, они чистые, здоровые, красивые, блестящие, строящиеся. Но я использую данный шампунь вместе вот с маской. То есть я тестирую все вместе, чтобы вам как-то более так детально все это рассказать. Маска из той же линейки, здесь также 300 мл. Маска по консистенции, я не скажу, что она густая очень, она как раз-таки такая средняя. То есть у нее расход средний достаточно на мои волосы, при этом она хорошо разносится. И то есть по консистенции она вот как раз-таки и разносится хорошо, при этом достаточно экономичная, не как вода. Мне нравится, у нее очень, в принципе, у всей линейки очень приятный запах тропических фруктов. Маска не исключение, потрясный запах, мне очень нравится. Помимо этого в маске классный состав, действительно работающий. Здесь содержится масло авокадо, также здесь содержится органовое масло, кератин. Маска дает эффект гладкости волос. Волосы лежат одним полотном, такие сразу холеные, ухоженные. Мне нравится как раз-таки сейчас этот эффект в моих волосах на ежедневной основе, потому что с данным уходом мне не нужно дополнительно волосы выпрямлять. Они у меня лежат такие тяжелые, прямые, красивые, очень ухоженные. И мне этот эффект очень нравится именно на ежедневной такой, на ежедневной основе, скажем так. Мне с моей укладкой нравится, как выглядят именно такие прямые, ухоженные волосы. Я сейчас на каждый день все-таки выбираю такие прямые укладки с прямыми волосами, поэтому мне как раз-таки этот эффект тяжелых, холеных волос именно в плюс. Мне очень нравится, как они смотрятся. Круто, действительно. И дополнительно мне нравится, как идет уход за моими обесцвеченными кончиками, потому что я не чувствую, что у меня кончики обесцвечены, что они какие-то сухие. На ощупь они абсолютно такие же, как и общее полотно волос. И нет вот этого вот, что у меня кончики какие-то обломанные, сухие, неживые. То есть они, во-первых, и блестят точно так же, как и волосы не обесцвечены. И они лежат точно так же, они абсолютно напитанные, красивые, блестящие. И мне это, конечно, безумно нравится. Помимо этого в наборе у меня было масло. Так, какое из них было у меня в наборе? Я, на самом деле, тут немного запуталась. В общем, у меня два масла. Одно я брала отдельно. Это вот, по-моему, вот это вот, gold двухфазная. Здесь есть, как получается, фаза A и фаза B. То есть сначала вы наносите один состав на волосы, потом вы наносите второй состав на волосы. То есть здесь идёт действительно такие две ампулы. Я пока это не тестировала. Просто показываю вам. То есть вот такая одна фаза более жидкая. То есть такое вот, как масло жёлтого цвета. Вторая фаза, она молочного вот такого цвета, и она более густая. Здесь также носик такой для использования более удобного. Я там прочитала инструкцию, просто пока руки не дошли. Как это всё использовать, что там, зачем наносить. Как только я это всё протестирую, я вам, конечно, в видео об уходе за волосами всё это расскажу. И, соответственно, у меня из набора было второе масло из линейки Keratin Gold. Здесь уже одна фаза. Здесь, конечно, всё попроще. Само масло очень густое по себе. Будем тестировать также. Просто я поклонница масел для ухода за волосами. Именно масел несмываемых мне нравится, как уход идёт именно за полотном волоса, за кончиками. Протестирую всё, расскажу вам. И последний продукт от марки Тая. Это стайлинговый продукт термозащита. Спрей с термозащитой для укладки. У меня здесь второй уровень фиксации. Я, честно говоря, не совсем пока поняла этот продукт, потому что, с одной стороны, он защищает действительно волосы во время укладки. Волосы делает более гладкими, более увлажнёнными. Очень хорошо защищает кончики во время укладки. Феном во время укладки, щипцами. Но мне кажется, что волосы у меня быстрее пачкаются от использования этой термозащиты. Буду пользоваться дальше и в видео об уходе, конечно, вам расскажу. И об этой термозащите тоже. Также следующее, что у меня появилось нового из ухода за волосами, это марка Эстей. И я, честно говоря, немного поражена, насколько вперёд ушла марка Эстей. Потому что мне из детства как-то казалось, что это такая бюджетная марка. Да, профессиональная, но очень бюджетная, не особо что делающая. Здесь я реально в шоке. Я буду тестировать дальше продукты от Эстей. На данный момент у меня два продукта. Это шампунь для блондинок, для холодных оттенков блонд. Сейчас, наверное, половина человек, который посмотрит это видео, допишет мне в комментариях, какой из тебя холодный блонд. Но так или иначе, я стараюсь, чтобы у меня всё-таки мои кончики, они... Сейчас они уже пожелтели очень сильно. Я не переживаю по этому поводу, но шампунь изначально брался, чтобы сохранить всё-таки такой более холодный оттенок волос. Мне нравится, как шампунь действует. То есть, я действительно вижу эффект после использования именно этого шампуня. Он чуть-чуть делает более холодный оттенок волос. И мне нравится. Мне хватает этого. Он не сушит, в отличие от всех остальных шампуней для блондинок, именно вот таких вот фиолетовых шампунь. То есть, он действительно вот такой имеет насыщенный фиолетовый оттенок. Он красится. То есть, если у вас вы любите волосы иногда мыть отдельно от туловища, будьте внимательны при нанесении этого шампуня. Если он у вас попадет, например, на нижнее белье, на маечку, особенно если это что-то светлое, будет придется стирать. Потому что шампунь красится. Так или иначе, он желтизну неплохо убирает с волос. Он ухаживает за волосами, увлажняет, хорошо очищает волосы. При этом не пересушивает длину волос. Мне нравится шампунь. И второй продукт. Данная маска у меня из линейки Кутюр. Относительно недавно появилась эта линейка Уэстель. Это именно такая профессиональная линейка для салонов. У меня маска коралловая для волос. То есть, у них линейка именно роскошь светлых волос. И у меня маска Luxury Purple Blonde. Что это за маска? Маска, в принципе, для таких клубничных блондов, как их называют. Я решила попробовать просто из-за того, что мне цвет понравился. И у меня оттенок как раз-таки позволяет мне мазать на голову все что угодно. У меня розовых волос не получается, потому что у меня волосы недостаточно осветлены для этого. Но сама маска бомба. Во-первых, она потрясно пахнет. Просто бомба, а не запах. То есть, она пахнет именно чем-то таким сладким, фруктами. Помимо этого, она потрясающе напитывает волосы. Она очень хорошо ухаживает за окрашенной частью. Я, конечно, немного себя убеждаю, что легкий розовый оттенок мои волосы приобретают. Но по факту это не особо заметно. Это как бы так. Если, конечно, был бы более такой ярко выраженный блонд, у девушек, кто именно с более светлыми волосами, у них волосы приобретают легкий розовый оттенок. У меня, очевидно, этого эффекта нет. Но при этом маска просто бомба. Я ее уважаю, люблю. Она действительно дает очень крутой эффект на моих волосах. Она очень хорошо напитывает волосы, потрясающе пахнет. И раз в неделю это у меня прям спа-ритуал красоты для моих волос, когда я использую эту маску. Мне очень нравится. Далее немного расскажу об уходе за лицом. У меня появилось тоже две новинки от молодой российской марки. Это марка Solange. Обязательно вам оставлю их контакты под видео, потому что марка новая, у них не очень много продуктов. Мне бы счастливилось протестировать два продукта. Это тающий лосьон для снятия макияжа, и также крем для лица дневной увлажняющий. Что касается тающего лосьона, это все-таки больше молочко. По текстуре здесь 150 мл. И состав, конечно, потрясающий. То есть марка натурально имеет крутые составы, основанные на маслах, на натуральных ингредиентах. И здесь основа этого масла составляет масло макадамии, также касторовое масло. Что касается этого лосьона-молочка, потому что все-таки это текстура молочка. Если на каждый день вы используете не очень тяжелый макияж, то есть вы элементарно немного подкрасываете реснички, у вас тон на лице румяна, и какая-то блеск помады или что-то в этом роде, то вам этого продукта хватит. То есть именно на ежедневный макияж он будет работать идеально, будет снимать макияж, при этом кожу увлажнять, питать, ухаживать за ней, не вызывать раздражения, и классно работающий вообще в этом плане продукт. Но какой-то серьезный макияж, конечно, им не смоешь. Поэтому на ежедневную основу очень советую легкий макияж смывать на ура, при этом ухаживать за кожей. Что касается крема для лица, здесь также 150 мл. Я, честно говоря, была удивлена этим объемом, потому что крем для лица 150 мл. Это народу-солдат, не меньше. Но в целом здесь, скажем так, не очень удачная помпа. Она выдает очень много продукта, поэтому я вынуждена была использовать намного быстрее этот продукт, потому что она выдавала нерегулируемо очень много продукта, которые необходимо там на руки было разносить, на шею, на декольте. В общем, так у меня, конечно, расход намного увеличился, что в данном случае как плюс можно использовать. Но марке бы я советовала как-то разобраться с объемом, может быть, продукта, либо оставить такой же объем, но что-то сделать с помпой. Потому что помпа, конечно, не очень удобная, не очень удачная. Что касается самого средства, здесь у нас в составе гиалуроновая вода, органическое масло, манго, ромашковая вода. Крем идет для нормальной сухой кожи. Я его использовала этим летом. Сказать, что я удивлена, это ничего не сказать, потому что это первый крем с натуральным составом, который не вызвал у меня никаких практически побочных эффектов. Он мне не забил пор, он мне не вызвал никакого растражения. Он у меня прекрасно работал все лето. То есть хорошая база под макияж, прекрасно впитывается, хорошо увлажняет кожу, хорошо работает и на день, и на вечер. На вечер я его тоже использовала, ввиду того, чтобы у меня как бы ни в коем случае не остался там еще на один сезон, потому что я понимаю, что крем с натуральным составом, он не доживет, даже несмотря на помпу. Поэтому нужно было использовать здесь и сейчас. Крем мне понравился. Хорошо увлажняет, хорошо работает, прекрасная база под макияж. Все лето я с ним прекрасно провела, кожа меня идеально себя чувствует, и никаких, ничего плохого я про него сказать не могу. Единственное, они очень удачная упаковка, будьте к этому готовы. Следующие два продукта от любимой мной марки Mixit. Я уже неоднократно покупала продукты этой марки и рассказывала вам о них. И большинство продуктов марки мне очень нравятся, потому что марка крутая. У них классная концепция, у них натуральные составы, у них достаточно минималистический дизайн, баночек. Многие ставят как минус, что у них дешевые упаковки. Я, честно говоря, спокойно отношусь. То есть, вот допустим, у Booty Dance геля, то есть это лифтинг гель для зоны ягодиц, и бедер, упаковка, вообще никаких претензий у меня нет. Конечно, у маски органической, у них вот такие вот, как сказать, но у Freshline, у них более дорогие маски, у них точно такие же упаковки, никто им в претензию почему-то не ставит это. Мне очень нравится концепция бренда, что это натуральный бренд с крутыми составами, который действительно работает, и очередной мой must-have, который я уже к моменту выхода этого видео успею, наверное, все-таки выкинуть, наконец-то к баночку, потому что продукт я использовала, еле-еле уложилась в сроки, но я его использовала. Это Food Fetish, это их новая линейка органических масок. Маски хранятся месяц в холодильнике, в течение месяца вы должны их использовать. Очень крутая маска. У меня была с хлопьями овсяными и с медом. Шикарная маска, очень мне нравится. Сейчас открою. Выглядит крайне неаппетитно, выглядит как действительно овсянка, как холодная, тягучая овсянка, которую вы забыли доесть, оставили в холодильнике. Но запах у нее бомба. Пахнет, потрясающе пахнет цветочным медом. Очень круто пахнет, и за этот запах можно, наверное, душу продать. В общем, я показывала, наверное, в фаворитах эту маску, и она у меня закончилась, и я, наверное, буду тестировать еще маски из этой серии, потому что маска работающая, потрясающая маска. Очень хорошо очищает кожу, при этом хорошо увлажняет кожу, напитывает ее. Кожа как будто вот сбалансированная после использования этой маски. Я надеюсь, вы не слышите моих соседей, как они там что-то сверлят, потому что у меня ремонт внизу, у меня ремонт наверху. И когда снимать, когда заниматься блогингом, непонятно. В общем, маска просто бомба, шикарная маска. Я уже в второе видео не уставила петь ей дифферамбы. Шикарная, идеальная маска. Единственный минус, это достаточно большой объем 100 мл, который вам нужно использовать за месяц. Поэтому я бы советовала брать с подружкой на двоих, раскладывать эту банку на две, и использовать так вы сможете, скажем так, использовать весь объем. Потому что мы с мамой с трудом использовали 100 мл на двоих за месяц. Советую брать на двоих, с кем-нибудь скооперируйтесь, и будет вам счастье. Второй продукт я тоже писала в своем инстаграм. Если вы до сих пор не подписаны на мой инстаграм, то обязательно сделайте это. Писала в своем инстаграм об этом продукте, и насколько это крутой продукт. Именно этим летом это был мой must-have, потому что этим летом лета в Питере не было. И, конечно, в те немногочисленные дни, когда можно было одеть юбку, что-то короткое, нужно было, чтобы ноги выглядели как минимум не страшно. А при учете, что ноги не загорелы, нужно было как-то срочно что-то делать. И меня спасал вот этот лифтинг-гель. Во-первых, это сам по себе очень неплохой уходовый продукт, который действительно подтягивает кожу бедер. Но у него есть еще огромный плюс, очень хороший декоративный эффект. Здесь есть мелкие светоотражающие частички, которые не видно абсолютно на коже, при этом они придают такое бомбическое сияние. И сам гель придает крутой оттенок кожи. Сразу не стыдно, скажем так, выйти в юбки или выйти в шортах на улицу, на свет божий, потому что кожа ног выглядит нормально, выглядит даже хорошо и круто. То есть кожа более здоровая, более приятного оттенка. И, в общем-то, смотрится это все классно. При учете, что гель действительно подтягивает кожу, продукт просто бомба. На лето это must-have. Поэтому если лето в вашей жизни еще не закончилось, если вы едете куда-то отдыхать, я очень советую, потому что и кожа бедер будет смотреться более выигрышно, и будет более такая ухоженная, подтянутая, при этом еще такой классный декоративный эффект, чтобы выйти куда-то на вечер, чтобы ноги просто смотрелись идеально. Очень советую вам. Помимо этого, здесь хороший объем, 150 мл хватит на сезон. И все-таки, как именно такой дополнительный, именно как дополнительный уход, при правильном питании, при хороших физических нагрузках, советую, как действительно помощь, дополнительный такой продукт, который будет улучшать кожу ног. Крутой, классный продукт, действительно работает. У него приятный цитрусовый аромат, который бодрит по утрам. Плюсы, начиная от декоративного действия, заканчивая его действительно очень хорошим действием, благотворным на кожу, приятный аромат и крутая удобная упаковка, которая выдает именно столько продукта, сколько нужно. Последнее на сегодня, о чем я вам давно уже должна была рассказать, у меня уже один продукт из этой посылки ушел в пустые баночки, я вам, наверное, показывала и рассказывала о нем. Это были патчи джапоника, а сегодня я вам расскажу немного о нашумевших уже масках. Здесь у меня маска с гиалуроновой кислотой, она немного отсвечивает. Здесь курс из семи масок. Маски все в одной упаковке, и у меня были такие специальные пластиковые щипчики, чтобы доставать, отделять одну маску от другой, доставать их из этой упаковки. Маски крутые, действительно, очень крутые маски. Я действительно старалась использовать именно как курсом, раз в неделю использовать эти маски. Шикарные маски, которые действительно очень хорошо увлажняют, успокаивают кожу, хорошо напитывают влагой, разглаживаются какие-то мелкие морщинки от обезвоженности на коже, что, конечно, не может не радовать. И второй набор масок у меня с экстрактом кокоса. Здесь также семь масок, но каждая из них находится в отдельной упаковке, что мне больше, конечно, нравится. Вот. То есть, каждая маска отдельно. Вы можете это все с собой, допустим, в поездку взять, там, если вам нужна одна маска, где-то там в поезде или в самолете сделать можно. В общем, эти маски, мне кажется, более увлажняющие, более напитывающие кожу. Мне они, конечно, чуть больше нравятся. Но, так или иначе, те и другие маски хорошо работают, именно курсом круто воздействуют на кожу. И сейчас как раз осенью, как кожа будет чувствовать себя не очень хорошо, потому что температура воздуха падает, сейчас еще включится отопление, поэтому это будут прям вот увлажняющие спасители для кожи. Очень советую взять, именно использовать вот так вот неделю за неделю курсом. Крутые маски, хорошо работают. Я думаю, что буду заказывать еще продукты именно марки Джапоника, потому что и патчи у них крутые под глаза. Это были лучшие патчи, которые я использовала, потому что действительно кожа вокруг глаз просто меняется от их использования. И эти маски очень хорошо, благотворно влияют на кожу лица, и мне они, конечно, понравились. Это все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно напишите мне под видео, сталкивались ли вы когда-либо с маркой Тайя, Соланж или маркой Джапоника. Что вы посоветуете в этих марках, если вдруг вы тестировали. Напишите мне, пожалуйста, как вы относитесь к марке Миксит. Что вы бы посоветовали из этой марки, что вы тестировали, пробовали, и что вам очень понравилось. И это все. Всех вас люблю, целую. Спасибо, что вы смотрите меня. И пока-пока!